подготовлена клубом перевод всем в этом уроке мы продолжим работать над материалом возможно добавим несколько эффектов но перед этим хотелось бы немножко улучшить саму основную карту диффузного цвета прибавив к ней эффекты окклюзия окружения в основной схематике как вы помните у нас окклюзия окружения формировалась при помощи вот этих двух узлов и карты нормалей карта нормале пока не нужно выделяем эти два узла копируем переходим в основной материал вот этот самый диффузный цвет и нужно будет модель с модулировать модифицировать помощью карты окклюзия окружения вставим скопированные узлы они запитываются так скажем от карты нормали сами по себе они не работают может и работают только ничего не выдают вот карта нормали соединяемые с узлом который формирует из нее карту рельефа но в формате высот а эти высоты уже формируют ambient окклюзия должным образом настрою сначала карту высот хочу добиться эффекта выраженности тут есть низкие значения low frequencies средние mid frequencies оставлю только высокий то есть самые выраженные рельефные точки будут подчеркнуты определенным образом а средние ничего не будет с ними также в узле с который формирует ambient окклюзия здесь параметр spreading который можно понять как разброс распределения то есть уменьшу его тем самым этот самый разброс теней от общего окружения тоже уменьшится далее нужно смешать цвет и ambient окклюзия это делается просто пробел выбираем операционный узел например например а blend смешивание здесь есть точка заднего фона точка переднего фона в качестве заднего фона у нас будет участвовать основная карта цвета ну и третий опасить это опциональная маска там управляющая прозрачность она нам наверно не понадобится и так цвет мы отправим в точку заднего фона узла смешивания а эмбиент окклюзия в точку переднего фона и их смешаем помощью опции мультиплай давайте это и сделаем отправляем тут одна проблема видна видите желтый кружочек и серый это означает данные ambient окклюзия они формате оттенков серого а данные цветового узла естественно в это цветовые данные так смешивание не произойдет нужно конвертировать формат оттенков серого в цветные данные естественно там не цветной карта из-за этого не станет просто формат данных изменится добавил я узел градиента при выбранном узле ambient окклюзия сразу же образовали соединения в самом градиенте ничего менять не надо единственное что он делает как вы видите конвертирует данные из оттенков серые в цветные теперь смешивание произошло вполне удачно нужно только его настроить естественно режим не копия поскольку будет только виден передний фон а мультиплай смешивание накладывается карта ambient окклюзия вы видите что затемнение появились на цветовой карте где нужно можно тут интенсивность поменять насколько сильно будет проявляться затемнение я наверное выставлю на максимум ну давайте посмотрим вначале как это будет выглядеть на результирующем материале соединяем с результирующим каналом сразу же видим во вьюпорте изменения в местах углубленных появились такие темные затемнения появились эффекты окклюзии окружения или тени от общего освещения обратите внимание если присмотреться вот канавки различные углубления стали более выражены а почему они стали более выражены как раз этому поспособствовал карта ambient окклюзия материал стал более реалистичным и правдоподобным вернемся в основную схематику и продолжим работать над материалом когда речь идет о металле я очень часто добавляю такой фильтр который называется sound bleach из названия ясно что эффекты связанные с присутствием солнца находится как всегда в генераторах sun bleach перетягиваем посмотрим что ему вообще нужно как в качестве входящих так скажем каналов входящих карт с помощью кнопки 2 или 1 можно развернуть отображение каналов посмотреть отображение узлов посмотреть в развернутом виде сейчас это зелененькая точка на самом деле она объединяет несколько каналов нажимаем единичку и видим что здесь нужны норма world space нормали в мировом пространстве и карта которая уже у нас имеется ambient окклюзия сразу же ambient окклюзия соединим а что делать с нормальными в мировом пространстве да ничего сложного тут нет их можно просто-напросто выпить прямо сейчас выбираем нашу геометрию правый клик и там бейк модул информейшн настраиваем в панели выпечки позиция не нужно нужны world space нормал что для выпечки на начале 2к нужно карта нормали она есть в ресурсах находится выбираем ее окей дальше у нас тут все в порядке нижние настройки пускай будет линк то есть внешняя ссылка чтобы случайно не могли мы изменить карту нормали но тут фолдер все в порядке выпечка происходит в нужную папку отправляется только что выпеченная карта нормалей ее можно использовать вот как она выглядит такая цветастая красивая перетягиваем левой кнопкой мыши из ресурсов в схематику и соединяем дальше можно перейти опять в режим компактного отображения узлов кнопочкой 3 чтобы лишние связи не мозолили глаза давайте посмотрим что из себя представляет эффект ну вот собственно маска которую продуцирует выбранный эффект теперь нужно определить с помощью узла коррекции материал color blend как эффект как эта маска будет влиять на каждый канал материала отправляем маску узел коррекции и посмотрим пока что из себя представляет эффект уже на материале давайте немножко настроим влияние в канале диффузного цвета слишком ярко сейчас сделаем чуть поменьше как можно понять данный эффект ну с разных сторон если есть краска то на солнце она немножко выцветает и вот те части тут же используются карта world space normals те части которые на которые чаще всего направлено солнце верхние допустим они вот и более выцветшие конечно желательно этот эффект не делать таким уж выраженным потому что может анимирован будет робот там поворачиваться другими сторонами не будет не столь очевидно что именно эти части выцветили ну в общем немножко так создать чтобы он присутствовал такое разнообразие цветовое заодно организуются после того как настроено влияние эффекта на материал можно сам эффект как мы это уже и раньше делали продолжить настраивать выбираем его тут всего лишь три настройки level это общий уровень контраст соответственно контраст окклюжен влияние окклюзии настраивается по вкусу если задрать общий уровень то естественно эффект усилится если уменьшить то ослабиться контраст понятно что означает ну и влияние окклюзии все происходит интерактивно я уже обращал ваше внимание на то есть даже не обязательно понимать в общем то что означают настройки просто крутить слайдеры смотреть во viewport нравится вам этот вид или там лучше стал больше нравится значит еще настройку эту подкрутить меньше наоборот уменьшить и так далее окей я собираюсь добавить еще один эффект который будет связан с подтеками действовать будем также на основе маски а затем помощью узла коррекции эта маска будет превращаться в воздействие на материал обратите внимание вообще как устроена наша схема она очень похоже на слоистую структуру то есть начало идет основной материал потом там эффект изношенности затем сам блич и в конце грязь вот между сам блич и грязью хотелось бы вставить эту самую эти самые подтеки можно их выполнить прямо в substance designer есть такой специальный генератор он так и называется ликс с помощью материал color blend это узла цветовой коррекции материала и маски которая генерируется вот этим самым присутствующим в substance designer эффектом который называется что-то там с подтеками ликс по моему так и называется да но я предлагаю не пользоваться процедурным эффектом а создать маску в substance painter и там есть очень классные специальные физические кисти которые превосходным образом создают подтеки и прочие физические эффекты то есть мы там создадим маску а уже в substance дизайнере используем ее отправим в узел коррекции и настроим как эта маска когда эффект будет влиять на материал так что давайте перейдем substance painter перед вами наш старый проект в нем и создадим маску для подтеков нужен новый слой рисования плюсиком добавляем его и вот у меня активирована физическая кисть частицами которая симулирует используя законы физики распространение частиц в данном случае это будет подтеки я скрою то есть сверну все вкладки которые не нужны в материале нужен будет только канал диффуз диффузного цвета так как в конечном итоге нам необходимо маска зачем там какие-то информации по рельефу и так далее цвет будет черный рисовать будем черным цветом вроде бы все настроено физики вкладка физики пригодится что здесь поменять ну пока что можно посмотреть при данных настройках как срабатывает кисточка там уже подкрутить по желанию вот смотрите наношу я и работает симуляция наносится частицы они стекают с учетом гравитации получаются очень естественный качественный рисунок этих самых подтеков не надо ничего угадывать тут все за нас рассчитывается единственная к настройкам стоит обратиться смотрите кисть учитывает не только рельеф геометрии но рельеф дополнительной карты нормалей вот здесь normal factor не обязательно карты нормали то есть дополнительных карт рельефа которые мы нанесли в substance painter и которые импортировали в виде карты нормали и подкручивая normal factor мы как бы увеличиваем влияние то есть кисть еще больше начинает учитывать рельеф от карт дополнительной детализации от карт рельефа таким образом не только геометрия учитывается кисточкой но и рельеф привнесенный картами картой высот картой нормали вот таким образом рисуем эффект или маска не обязательно должна быть ярко выраженной вообще-то смотря чего добиваетесь но если лишь такого легкого эффекта добиваемся не то что прям весь истекает маслом робота нужно небольшое небольшое лишь влияние черного цвета хотя его потом можно ослабить даже если она будет сейчас сильная потом можно просто уменьшить влияние уже в substance designer вот таким образом действую вокруг болтиков смотрите то есть картина происходит как будто мы реально наливаем тут сюда какое-то масло не рисуем а прям брызгаем маслом из какого-то флакончика очень естественно и красиво получается частицы выполняют за нас всю работу когда более-менее обозначена маска нужно экспортировать ее виде карты отключу все 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 каналы кроме созданной маски и можно посмотреть во вьюпорте с помощью кнопки c как выглядит канал диффузного цвета вот так черный цвет а остальное прозрачность но это в общем то нам и нужно воспользуемся этим substance designer вот у нас включен только один слой правый клик экспорт all channels и среди каналов выберем только диффузный цвет назовем там как-нибудь соответствующим образом получится карта и и используем для того чтобы сформировать эффект в substance designer и и так в пейнтере карта выпеклась на нее нужно сослаться в дизайнере сделаем это с помощью link внешней ссылки дабы иметь возможность пользоваться картой но не иметь возможности и и как-то случайно изменить перетягиваем в схематику один нюанс нежелательно есть в этой карте помните мы отключили все все слои и у нас получился черный цвет на прозрачности вообще-то чтобы формировать маску нужен черный цвет на белом то есть необходимо можно было конечно перевыпечь в substance painter но можно все исправить и в substance designer смешать эту черную карту с помощью узла blend не черную карту а смешать карту потеков с чисто белой карты uniform color здесь цвет задаем белый смешиваем и в результате у нас получится черная на белом как и нужно в общем-то цель достигнута дальше еще один небольшой шажок смотрите у нас формат цветной формат данных сейчас а для маски нужен в оттенках серого или черно-белый с помощью узла специального конвертируем convert to gray scale и отправляем уже собственно в узел коррекции пока что получается вот такой неприглядный эффект но нужно же настроить как маска будет влиять на все каналы материала в частности на диффузный цвет на нормале и так далее эффект как видим в результате получается обратной тому что предполагалось но это и очевидно дело в том что так работает коррекционный узел он использует белый цвет там где эффект присутствует а черный наоборот там где его нет то есть по идее в сапсанспейнтере надо было рисовать белым на черном фоне но опять же не обязательно что-то там возвращаться в сапсанспейнтер перепекать можно просто-напросто инвертировать ту маску которая к нам поступает из сапсанспейнтера находим в библиотеке узел инвертирования и нверд закидываем туда информацию из маски а потом с узла инвертирования в узел коррекции вот теперь почти что то что и требовалось осталось до настроить как влияет маска как влияет эффект на материал мне кажется сейчас а ну с нормальными мы разобрались а вот блеск сейчас там где эффект очень сильно блестит белый цвет в канале спекуляр это означает блеск полностью убирать тоже я считаю не стоит так как мы хотим сымитировать нечто вроде жидких подтеков которые возможно некоторые из них еще и свежие некоторые бывшие но какую-то какое-то значение спекуляра оставим вот таким образом теперь вернемся к цвету наверное это будет темный такой вот примерно следующим образом уменьшим влияние упасите упасите также можно перевести как непрозрачность но по факту это влияние степень влияния и так используя физические частицы сапсанспейнтера мы создали маску а затем эту маску отправили в узел коррекции одновременно откорректировав и задав влияние эффекта на все каналы материала работа над текстурами почти завершена осталось добавить только логу к сожалению в этой версии сапсанспейнтера нет инструмента который добавляет текст но можно было активировать узел 2d векторного рисования и там векторными формами что-то обозначить но я хочу показать вам другой более удобный путь дело в том что можно использовать файлы фотошопа причем организовывать между фотошопскими файлами прямую связь то что мы будем менять фотошопе сразу будет отражаться здесь вот сейчас мы импортируем нужный файл его надо найти на диске open здесь нам смотрите предлагается выбрать какой слой будет использоваться дело в том что фотошопском файле если кто знает там слои стоит уже система множество может быть слоев вот я хочу только один слой самый первый использовать окей давайте посмотрим что из себя представляет данный данный файл закинем его в схематику наверно надо предварительно объяснить как вообще фотошопе можно в нужное место отправить надпись но вот смотрите фотошопе у меня имеется полная текстура и можно также импортировать развертку по развертке по текстуре сориентироваться нанести надпись ну там очень просто добавить потом к надписи черный форм скомпилировать это не в виде текстового слоя в виде растрового все это делается очень просто и вот именно слой с надписью и использовать так как собственно дизайнер можем выбирать слои какие брать из фотошопа в данном случае смотрите белое на черном уже вы наверно догадались чтобы использовать как маску опять же как прошлые эффекты то есть мы даем маску затем вот этот узел который корректирует материал на основе маски и там будет лого как вы уже знаете изображение можно наносить и другим способом обычным узлом смешивания там есть задний фон передний фон вот задний фон будет общая текстура а передний фон изображение которое нужно смешать выставляем там режим смешивания и получится что картинка накладывается ну а мы будем действовать по старому добавим узел коррекции вот специальный материал color blend выстроим сразу структуру в него поступает предыдущая информация он отправляет в следующий узел ну а в него должна поступать маска маску отправляем как она будет влиять на материал в узле коррекции сейчас и настроим для каждого канала давайте посмотрим вот спекуляр это блеск чуть-чуть уменьшу ну где-то вот так чтобы и был блеск но и не слишком выраженный далее у нас диффузный цвет обратите внимание что можно задать любой маска у нас черно-белая но я могу например теперь влияние так как мы определяем влияние эффекта это может быть в цветовом канале зеленый цвет например и так далее но мы сделаем сероватый рельеф еще остался что же с ним делать с нормалями наверное их стоит убрать здесь уберем здесь по другому немножко сделаем покажу заодно там интересную технику то есть сейчас эффект не влияет на рельеф так мы настроили в узле коррекции можно еще разнообразить сейчас саму цветовую саму маску с помощью некого шума чтобы тут были какие-то случайные загрязнения и тому подобное но вначале предлагаю все-таки заняться рельефом вот у нас есть маска и нужно скажем чтобы это было выпуклая надпись или наоборот углубленная переходим в основной материал вот здесь карта нормалей также имеется маска эту маску можно превратить тоже в нормале ее нужно закинуть в схематику в в библиотеке имеется такой узел который превращает ну можно не обязательно в библиотеке по пробелу нажимаем пробел и вызываем тут нормал он превращает карту высот в черно-белую маску в нормале именно это мы и видим сейчас в 2D в юпорте осталось смешать уже имеющуюся карту нормали с той в которую превратилась надпись ищем в начале инвертируем инвертируем нормали от надписи чтобы допустим было не выпуклое обогнутое а затем уже смешаем узел смешивания нормали можно также найти в библиотеке нормал вводим и все что относится к нормалям здесь вводится нормал комбайн очень просто направляем те карты которые нужно скомбинировать это наши новые нормали смотрите тут появилась сразу же надпись в виде рельефа далее эту новую карту нормали надо использовать везде где использовалась старая то есть старая давала данные для результирующего канала и для узлов формирующих Ambient Occlusion которые влияли на цветовой канал вот мы сейчас для Ambient Occlusion поставили новую нормаль а теперь для результирующего канала соединим посмотрим что получается в результате но уже видно во вьюпорте что появился рельеф прямо как будто надпись выбита вот таким образом можно поднастроить интенсивность увеличить или уменьшить смотря чего добиваемся более сильной выраженности или нет только что я сохранил Substance контейнер перейдем в основную схематику тут осталось лишь парочка так скажем изменений ну в начале поменяю немного цвет и спекуляр тоже поменьше что еще хотелось бы сделать добавить свечение вот в эти области что там у робота находится для выполнения этой задачи понадобится маска которая укажет нужные области чтобы мы могли применить материал именно туда куда следует такая маска у нас есть а я быстренько покажу как она была создана как вы помните в разделе геометрии у нас есть несколько моделей вот данная модель она имеет лишь одну идентифицирующую область материал накладывается на всю модель считает всю модель одной областью но есть еще и другая модель разбитая на области идентификации среди этих областей имеется как раз та которая должна источать свет ну вот в этих местах она называется эмиссив области идентификации по-английски такой термин есть материал айди то есть вот вторая вторая не вторая но имеется модель с несколькими материалом материал айди и если выбрать эмиссию конкретно и выпить выпечки называется эта вещь convert uv to svg то есть мы uv островки данной области преобразуем просто в цветовую карту а цвет который получится он указан вот здесь белый цвет то есть белым цветом выпечется uv островки нужной области собственно что мы здесь и видим дальше добавим маску в схематику плюс к этому дабы достичь эффекта свечения имеется такой узел он так и называется по моему glow то есть свечение его также закидываем в схематику остался вопрос насчет цвета свечения вообще-то цвет можно было настроить при выпечке мы задали там белый а можно было там зеленый или синий но более удобно сделать это по другому чтобы цвет автоматически можно было настраивать внутри схематики для этого используем узел смешивания blend и узел сплошного цвета вначале сплошной цвет которым мы как раз и будем определять как будет светиться оптика у робота а далее смешивание и немножко здесь хитро поступим в качестве переднего фона используем выбранный цвет а вот второй узел с маской не в качестве заднего фона будем использовать а именно в точке прозрачности или в точке влияния то есть таким образом мы ограничиваем выбранный цвет на те места где существует маска белая таким образом результат у нас вот какой мы каким образом любым образом меняем цвет и он появляется только в тех местах которые определены маской далее используем узел свечения пока что он вот такой как и цвет но если подкручивать параметры то мы увидим реальный эффект свечения надо в основном стараться работать внутри чтобы внутри эффект отражался так как развертка забирает то что внутри свечение внешне наверное никак не почувствуем ну вот эффект уже вполне красивый теперь его нужно смешать с конечным так сказать результатом вот здесь надо развернуть сейчас будет добавим узел смешивания и вот этот корректирующий узел надо развернуть кнопочкой 1 чтобы мы могли вытащить именно канал диффузного цвета и смешать разворачиваем диффузный цвет отправляем в узел смешивания теперь уже можно свернуть обратно кнопочкой 3 а здесь настраиваем пока что поверх накладывается свечение но можно выбрать там мультиплай или чтобы и изначальная текстура просматривалась и свечение также влияло дальше как вы понимаете нужно отправить все в результирующий канал в результирующий канал диффузного цвета и вот результат видим во вьюпорте далее остался один маленький нюанс так как свечение мы добавляем в канал диффузного цвета то собственно само свечение распространение его мы не увидим для этого надо было использовать эмиссию но я не уверен как там с эмиссией на юнити 4 поэтому в диффузный цвет добавил и что тут осталось делать можно симулировать эффект распространения свечения для этого использую узел блёр размытия размываем маску которая с которой забирается цвет на текстуру она немножко становится размытой и смотрите как раз регулируя это самое размытие получается как будто бы это это свечение распространяется немножко по сторонам то чего и хотелось бы на этом данный урок заканчивается а вместе с ним та часть которая посвящена разработке материалов и текстур встретимся в следующем уроке связи с Продолжение следует...